СТАВКИ НА СПОРТ! 1XB! БОЛЬШИЕ ВЫГРЫШИ! 1XB! БЫСТРЫЕ ВЫПЛАТЫ! 1XB! НАДЁЖНЫЙ БУКМЕКЕР! 1XB! 1XB! БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ Всем привет, с вами Аурум, и у нас новый мировой рекорд в игре Clash Royale. Game Over, это тот самый пацан, который в своё время получил 4К-кубасов на первом уровне, теперь сделал 4100, если быть точным, 4104. И, казалось бы, ну типа, какая в хер разница там, 100 кубков, это же мелочь, это фигня. Но ради эти 100 кубков Game Over херячил полгода почти. То есть предыдущий рекорд он поставил 5 месяцев назад. Теперь же он мало того, что его повторил, так ещё и накинул 100 кубасиков. И это достойно действительно уважения. Тем временем, касательно Джаспер Мопса, забегу наперёд, ошеломляющая новость. Джаспер Фокс, я не оговорился, именно Джаспер Фокс возвращается в игру на аккаунт Джаспер Мопса и будет пытаться опять получить 4К-кубков. И это не просто возвращение, дело всё в том, что я его замотивировал деньгами. Мы с ним поспорили на определённую сумму денег, что он сможет всё-таки это сделать. Конечно же, я в это не верю и говорю, что не сможешь. Ну типа, в общем, можете считать, что на слабо взял молодого. И, короче, об этом подробно в следующем видосе. Если хотите подробностей, ставьте пальцы вверх. Просто долго буду размусоливать эту тему, но в этом видео не хочу. Итак, Game Over плюс 100 кубков, которым шёл полгода, сделал опять невероятное. И давайте посмотрим один из последних реплеев, которые и привели его к такому охерительному, не побоюсь этого слова, результату. В соперниках у Game Over 10 уровень, как видите. И здесь очень интересный момент, что помните последнее обновление, в котором разработчики сделали нам отображение уровня карт, такое, какое оно есть. То есть первый уровень легендарки, сейчас это девятый уровень легендарки. И я, по-моему, открыл секрет почему. Вы видите, да? Вы видите то же самое, что и я, верно? То есть леги девятого уровня у Game Over, так или иначе, намекают на то, что уровень в данной схватке не имеет значения, ибо леги практически одного и того же левела. То есть мы только что видели легу десятого уровня у соперника, и якобы, да всего лишь на одну легу, ой, на один левел меньше. И в данном случае нам реально понятно... Ну вот, блядь, минус одна башня, я просто в шоке. Понятно, что вот, например, девятый уровень принцессы, десятый уровень принцессы, десятый уровень вот этой, этой хрени летающей, одиннадцатый уровень голема. И теперь это не настолько, знаете ли, сверхудивительно, что вот первый уровень якобы нагибает другие левела. Но это, знаете, на первый взгляд вообще, в принципе, играть такими колодами крайне тяжело, во-первых. Во-вторых, ну все-таки посмотрите на это мизерное количество хп на башенках у геймовера, и то, как он только что всрал левую башню. Я смотрел этот реплей, скажу сразу, и я был дико ошеломлен от этого, ну, спойлерну, камбэка, да, очевидно, что здесь камбэк. Поэтому херня это все, что завалили разработчики, бред полный. Я по-прежнему еще к этой теме не привык. Ну, а касательно новых игроков, которые якобы, которым якобы будет легче разобраться в игре, да херня, это чушь полная. Вы удержите текущих игроков, а не, блядь, направляйтесь на новых. Поэтому фигня. Окей, с этого момента давайте смотреть, что происходит. 372 хп на башне короля у геймовера. На него летит эта летучечка. Там легендарный дракон и голем 11 уровня. Действительно, крайне потно защищаться от этой всей темы. Спарки здесь решает. Действительно, очень-очень-очень помогает. И за один выстрел убивает двух големитов. Бандитка на башню. Соперник бросает летучку, но это какой-то дикий фейл. 1666 хп остается на левой башне у соперника. 20 секунд до конца. И концентрирует огромное количество бой с геймовер по левому флангу. Дровосек. Нет, нет, добегает. Все-таки добегает. Делает одну тыку. И под сплэшом. Смотрите, 10 секунд до конца. Какой напряженный поединок. И что мы видим? Да, буквально за 5 секунд до конца сравнивает счет геймовер. Невероятный эпический бой. Вот правда, рилли, вообще просто, просто трэш. И 372. Всего лишь 372 хп на его башенке. Причем это добрые такие, знаете ли, где-то процентов 20-15. О, боки, 64 хп. Посмотрите, что происходит. Просто жесть. Это, ну, одно бревно соперника. Очевидно, из парки порешало. И бой затащен. Действительно, выглядит очень эффектно. Очень круто. Учитывая, что это все происходит на 400, уверен, из вас у многих 4К на 10-13 левелах и так далее. И еще стоит также отметить, что на аккаунте геймовер, насколько я заметил, нет двух карт. То есть это даже не фулл аккаунт в плане карт. Так что, ну, красавчик, чувак. Так, буквально еще раз, буквально на днях выпущу видос о Джаспер Мопсе. Расскажем о его будущей судьбе. Все-таки очень хочется домучить этот аккаунт, да, потому что, ну, блин, и денег много вложено, и нервовый. И вообще хочется что-то, знаете, подойти как-то к финишной прямой, на финишную прямую выйти. И как-то логически закончить всю эту историю. Потому что, ну, вот опять Джаспер Фокс возвращается. Короче, на днях будет видос. Подробно все расскажу. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем, как всегда, удачки, ребят!